Продолжение следует... У шариат существует четыре источника. Во-первых, Коран. Во-вторых, хадисы, традиции, описание поступков Мухаммеда. Кияс — искусство аналогии, которое необходимо в тех случаях, когда Кораны и традиции не дают конкретного совета. И Иджма — консенсус. Вот четыре источника, в результате которых складывается система шариат. Формирование самой системы описывается процессом Иджтихад. Занимаются этим улемы, мудрые богословы. Иджтихад — это мудрость, растекающая из глубокого понимания того, как применить эти истины в повседневной жизни. Для того, чтобы человеку всем этим заниматься, необходимо иметь дар фикх. Фикх — это мудрость, основанная на знании. Мудрость и наблюдательность, основанная на знании. Не всякий, Ванька, может участвовать в этом процессе. Это для одаренных дар фикх, которые имеют улемы, участвующие в процессе Иджтихад. Через 200 лет после смерти Мухаммада была уже сформирована система хадисов. Где-то к 800 году н.э. это уже произошло. Бухари — один из ведущих собирателей хадисов. Усмани — другой. Но Бухари, пожалуй, считается самым авторитетным. Хотя есть и другие у Мусмани. Традиция Мусмани также очень важна. И на протяжении следующих 200 лет после завершения организации хадисов идет процесс сформирования шариат. И к 1000 году н.э. система шариат уже полностью сформировалась. Шариат — это штука многотомная, как Талмуд. Талмуд сформировался на протяжении трех столетий. Сначала в Галилее, потом в Зелуне. Он также очень и очень объемный. Он берет материалы с Торой из раввинских традиций, раввинских преданий. Вот аналогичным образом, как людей работали, исходя из Торы и Талмуда, мусульмане формировали шариат на основе Мухаммеда, традиции Мухаммеда, авторитета Корана. Все это они объединили, объединили вместе и сформировали систему шариата, похожую, как я только что сказал, на Талмуд в иудейской системе. Опять-таки, там тома и тома. Всю жизнь можно изучать. В сунницкой традиции существуют четыре системы шариата. Ханафи, Малеки, Шафи'и и Ханбали. Четыре системы законов. Ко всем этим системам относятся с уважением. Одна дама, мусульманский богослов в Германии пару лет назад, сказала мне о том, что в Германии есть последователи всех четырех систем. И они поклоняются Аллаху в одной и той же мечети без всяких трений. Навсегда понятно, кто откуда. Потому что всегда есть нюансы. Например, в одной системе, допустим, нельзя мужчинам пожимать руку женщине. Ну, допустим, я просто предполагаю, в другой системе можно, но только после этого нужно ритуальное омовение совершить и так далее. Но нюансы есть. Так что всегда видно, он Ханбали, он Шафи'и и так далее. Но при этом они друг друга уважают. Хотя системы законов у них разные. У шиитов три системы. Так что системы всего семь. У шиитов три и у суннитов четыре. А теперь, послушайте внимательно. У суннитов произошло следующее. После того, как система закона сформировалась к тысячному году н.э., улемы определили, что врата Ичтихада закрыты. Почему же они закрыты? Да потому что есть учение, которое называется «беда». Через «и». Беда. Беда. Согласно этому учению, не может быть изменений в законе. Откуда появилось это учение? Но из-за понимания откровений, из-за понимания матери книг. Она неизменна. Это ислам. Это руководство никогда не меняется. Мохаммед просто дал разъяснение к исламу, который Бог в то время еще передал Адаму. Никакого изменения не было. Ислам тот же. А ведь если начнешь изменять закон Божий, то беда, перемены, изменения, за это и в ад недолго угодить. Вот это богословие «беда», отсутствие изменения, запрет всякого изменения, означает, что для суннитов система шриат установлена и изменениям, переменам не подлежит. Представьте себе в России, если вот установлены законы, установлены тысячу лет назад, и как было, так и остается. Представьте себе. Как жить-то? Представляете, но Конституция-то ладно, тысячу лет еще проживет, но даже Конституции порой переписывают. А улемы сегодня не имеют права менять шриат, ни в коем случае. Сегодня их дело применять шриат в различных современных ситуациях. Но закон тот же самый, неизменный. У шиитов все иначе. На следующем занятии мы поговорим о шиитах. Для них ворота, врата Ичтихада никогда не закрывались. Почему? Потому что шииты считают, что имамы, имам, глава общины, это воплощение коронического авторитета. Поэтому вот он изменения привносить может. Так что шииты не закованы в систему, подобно суннитам. А суннит для суннитов, это учение беда, означает, что врата Ичтихада закрыты. А теперь в связи с этим как раз возникают серьезные проблемы в мусульманском мире. Например, сейчас в Турции есть целая группа мусульманских богословов, которые говорят, нужно снова открыть ворота Ичтихада. Как? Что? Какая ересь? Что за ересь? Это беда. Нет, они говорят, мы живем в 21 веке, необходимо открыть дверь Ичтихада. Нам необходимо писать Исламовский закон до 21 века. И они кричат, беда, беда. Представляете, что происходит? Гражданские войны из-за этого начинаются. Страшный конфликт в Алжире, где погибло 50 тысяч человек лет 10 назад. Из-за чего был этот конфликт? Да вот было движение в Алжире людей, которые говорят, мы хотим быть настоящими мусульманами, мы хотим применять закон без изменений, без инноваций. Это была исламистская партия. С другой стороны, была светская, мусульманская, но светская партия, которая говорила, нет, 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 мы хотим быть современными мусульманами. И произошли, вошли на выборы и победили исламисты. Однако, у власти тогда были секуляристы, более светская партия. И светская партия говорит, да какая разница, что были выборы? Выборы не считаются. Просто аннулируются результаты выборов, и все. В результате начинается конфликт, начинается война. И до сих пор мы слышим отголоски этой войны. Как жить в 21 веке с законами, с системами законов, с системами законодательства, которые восходят к 10 веку и неизменны. Когда, если предложишь изменения, инновации, то будет беда. Вот вам страшное испытание, тяжелое испытание современного ислама. Я говорю об этом очень аккуратно, но скажу вам, что одна из причин заинтересованности в Иисусе Христе, в Евангелии среди мусульман сегодня, в том числе и во многих странах Центральной Азии, заключается в том, что беда. Вот перед нами закон во Христе, родившемся от Святого Духа, и закон этот — любовь. Представляете, как это освобождает. И больше не надо мучиться юридическими системами тысячелетней давности. А с другой стороны, перед нами закон Христа, который есть любовь. Закон, касающийся любой страны, любой культуры, любого народа. Закон, дающий возможность для гибкости. Есть вопросы? Ну, у Диафи, по-моему, такая же проблема. У них же тоже есть свои книги, написанные более тысячи лет назад, а жизнь меняется. чем Шриат отличается от того, что есть у иудеев? В том, что мусульмане все... Почему мусульмане разделились, а иудеи нет? Почему мусульмане разделились, а иудеи нет? Интересное наблюдение, да. На самом деле у иудеев та же самая проблема. Израиль по конституции — это ортодоксальное иудейское государство. Оно подчиняется Талмуду и Торе полностью, без изменений. Это официальная позиция государства Израиль по конституции. Но на практике Израиль — это светское государство. Подавляющее большинство иудеев не обращают внимания на духовные вопросы. То же самое, кстати говоря, относится и к подавляющему большинству мусульман. Да, мусульмане, конечно, многие из них набожные люди, но шариатам они не интересуются. Подождите, выщутся шииты, суниты. Можно ли сказать, что они похожи на фарисеев и саддукеев в еврейском мире? Как два разных движения. Саддукеи и фарисеи. Насколько это аналогия приемлема? Интересно, саддукеи были, вообще-то говоря, секуляристами, фарисеи были представителями, скажем так, народной религии. Наверное, аналогия эта скорее подходит к народным религиям. Например, фарисеи это как народная религия в исламе, а саддукеи это как мусульмане, секуляристы, заинтересованные западной философией, западным богословием и так далее. Но шариатам они действительно не интересуются. Аналогии здесь, конечно, можно проводить. Я думаю, с шиитами, с суннитами вряд ли. А с народным мусульманством, с народным исламом да, возможно. Спасибо. А что же церковь? А что же церковь? Насколько я понимаю, я сказал уже некоторое время назад, один из даров Евангелия, который мы можем здесь привнести, показать, это Евангелие открывает новый путь, путь закона, всеобщего закона Христа, закона любви. Когда я жил в Сомали, никогда не забуду тот вечер, когда покаялись двое сомалийцев. Они говорят, какой шариат у христиан? Они хотели, чтобы я их шариату христианскому научил. Я говорю, вы знаете, лучше описать этот шариат Нагорной проповедью три главы в Библии, которые говорят о том, как нам жить, как нам формировать отношения даже с врагами и так далее. И сам Дух Святой запечатлевает этот закон в наших сердцах, чтобы мы жили по закону Иисуса Христа в силе Святого Духа. Мы с вами читали сегодня второе послание к Коринфянам. «Вы — письмо Христово, написанное Духом на ваших сердцах». Что это за письмо? Это закон Христа, закон Христов. Он напечатан на наших сердцах. Мусульмане говорят о том, что шариат — это путь к воде, путь к источнику. А мы свидетельствуем о том, что Дух Святой — это и есть источник воды живой. Когда мы верим, мы стоим на пути, на верном пути. Святой Дух дает нам воду. Помните Евангелие от Иоанна, 7 глава, Иисус сказал, что «верующие в Меня из чрева Его потекут реки воды живой». И вот мы веруем, и реки воды живой проистекают из нас. Это подлинная жизнь. Жизнь — это никак не связано огромным количеством законов, которые предписывают вам, что делать, что не делать, что мне можно, чего нельзя. это дар жизни, который могут принять даже самые простые, самые необразованные из нас. Дар Святого Духа. Так вот, люди, которые живут под шариатом, государства, которые живут под шариатом, это теократические государства, типа государств, живущих по закону Моисееву, например, «отрубить руку» и так далее. Это похоже на ветхозаветное постановление. Да, да. Закон шариата и Моисеевы законы. Насколько я понимаю, там происходило взаимное оплодотворение. Они пересекаются. Доктор Уотбери из фуллеровской семинарии сказал как-то, что на 80% закон мусульман, закон ислама, похож на иудейский закон. Да, Мухаммед хотел, чтобы мусульманское движение стало продолжением иудаизма. И во многом именно так и произошло. Ну, почитаешь Ветхий Завет, там побивали камнями у жертвенников. Слава Богу, это не часто делают. Но вот буква шариата — это примерно то же самое. Именно поэтому люди говорят, что в современном мире нам нужна другая система закона. Многие мусульмане говорят, да, мы хотим применять шариат к нашей жизни. Однако, на самом деле, очень мало мусульманских обществ, которые действительно живут по законам шариата. Мало таких государств. Иран, Саудовская Аравия, может быть, еще какие-то немногие. Я опять вспоминаю эти диалоги с мусульманами в Лондоне. И после диалогов мы возвращались в аэропорт и мне говорят, «Вы знаете, Дэвид, Англии нужен закон шариат, потому что только шариат спасет Англию от этого развала декадентской цивилизации». Я говорю, «Нет, не нужен Англии никакой шариат». Ведь везде, где применяется закон шариат, смотрите, как христианские общины становятся димми. Их урезают в правах. Христианам шариат не нужен. Смотрите, что в Нигерии. Нет, христиане вас с восторгом принимают шариат? Я говорю, «Нет, не принимают». И вот прямо в машине мы обсуждали, нужен Англии шариат или нет. Одни говорят, «Нужен Англии шариат». А потом помолчали, помолчали. А потом мой мусульманский друг, который до этого кричал громче всех, что Англии нужен шариат, друг говорит, «Братья мои мусульмане». Вообще-то, честно говоря, мы ведь все с доктором Шенком согласны. Значит, почему же мы летим все-таки в Канаду, а не в Пакистан? Потому что мы любим, мы в восторге от западных свобод. Именно поэтому мы все-таки в Канаду летим. И вот прямо там, в машине, было такое мини-откровение, мини-откровение глобального разрыва в исламе. Да, большинство мусульманских стран не живут по шариату. Есть некоторые, очень мало. Но все же закон шариат описывает определенные аспекты жизни людей. Например, семейное право, законы о браке и разводе. Мусульмане живут по шариату. Даже если страна не принимает шариат как официальный закон, даже если она отказывается принимать, она отказывается принимать шариат как закон страны. Все равно суды на местном уровне, в частности, семейные вопросы, брачные вопросы решают по шариату. Не по всему шариату, но только частично. В большинстве мусульманских стран такое происходит. шариат применяют к семейному праву, к взаимоотношениям между людьми. И есть также федеральный закон, который больше похож на западную юридическую систему. Но внутри ислама здесь есть такое внутреннее противоречие. Я уверен, как последователь Иисуса Христа, я уверен, что Христос предлагает замечательный дар. Не освобождение от всякого закона, но закон Христа, закон любви, закон, дающий свободу, закон, применимый к нашей жизни сегодня. Мы живем в весьма интересное время, отрезвляющее время, время, которое заставляет подумать и переоценивать ценности. Мы последователи Иисуса Христа. Мы не имеем права просто посмеиваться над проблемами наших мусульманских друзей. нам есть, что им сказать. Нам есть, о чем им засвидетельствовать. В Иисусе Христе мы обрели свободу, настоящую ценную свободу. Но эта свобода не ведет к анархии. Эта свобода ведет к любви и проявляется в любви закон Иисуса Христа. И здесь мы непосредственно с вами выходим на наш подход к миссионерской деятельности, наш подход к миссиям. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com С исламской точки зрения вот это не исламский мир не мусульманский мир а вот ума мусульманская ума в идеале в идеале скажут благочестивые мусульмане в идеале ума подчиняется системе шариат всегда хочется идти в направлении системы шариат закона шариат если человек становится мусульманином начинается процесс в котором он переходит от своей первоначальной культуры в культуру исламскую культуру во многом определяемую шариатом это движение это перемещение мы называем празелитизмом он становится празелитом он переходит из одной культуры из одной религии в другую среди прочего он подвергается арабизации вы помните что Коран на арабском языке написан помните про того пожилого человека в Балтиморе который приходит и говорит я хочу стать мусульманином хорошо стал теперь учи арабский язык потому что Коран на арабском написан так что шариат а культура причем шариат во многом определяет культуру но культура арабизируется и мы переходим в другую новую культурную систему в христианском же движении иногда мы тоже конечно занимаемся прозелитизмом но это не новозаветный подход по новозаветному подходу речь идет не о прозелитизме а об обращении обращение обращение что же такое обращение обращение это когда наше сердце обращается поворачивается к Иисусу Христу он становится центром он становится главным Иисус Христос воплощен в некой культуре да он бросает вызов иудейской культуре но он не перестает при этом быть иудеем даже Павел после встречи с Иисусом Христом остался иудеем он боролся сражался боролся за право христиан из язычников оставаться в языческой культуре пятнадцатая глава Деяния Апостолов Иерусалимский Совет именно об этом шла речь на Иерусалимском Совете многие язычники становятся христианами нужно ли им становиться прозелитами да сказали иудейские лидеры иудейские вожди они должны перейти из языческой культуры к культуру еврейскую они должны пройти облизание они не имеют права есть свинину они должны приобрести новую культуру и вот собрались руководители церкви в Иерусалиме и решили нет нельзя кстати говоря значение этого в этой встрече это заявление трудно переоценить прозелитизмом мы не занимаемся если мусульманин станет христианином ему совершенно не нужно поклоняться русскому богу и становиться русским человеком нет он может остаться в своей культуре так установил бог мы не занимаемся прозелитизмом мы не переманиваем людей из одной культуры в другую мы говорим нет будь представителем человеком своей культуры человек уверует Христос становится в центре его жизни но он остается представителем своей культуры он не переходит в другую культуру например русский христианин рассказывает Евангелие мусульманину из Афганистана и здесь действительно есть афганцы они тоже здесь живут так вот кто-то из этих людей покаялся стал христианином что же теперь ему нужно в русскую церковь ходить нет нет конечно он может оставаться в своей культуре но он обращен ко Христу наше дело не прозелитизм а обращение именно поэтому церковь так быстро растет по всему миру люди говорят оказывается можно верить в Иисуса Христа и при этом не расставаться со своей культурой значит можно поклоняться на своем собственном языке не нужно поклоняться на греческом на русском можно на своем родном знаете что происходит Иисус становится центром но он воплощен в этой культуре а значение этого факта трудно переоценить христианское движение это движение не прозелитизма а обращения покаяния и это огромная огромная разница и серьезные испытания для нас задумайтесь пожалуйста о том что в исламских странах зарождаются и развиваются общины верующих в Иисуса Христа можно ли продолжать этим людям ходить в мечеть или им нужно уходить из мечети это не простой вопрос это вопрос для них уйти ли им из мечети кто-то говорит да нужно уйти другие говорят может быть мы сможем участвовать в поклонении в мечети и общаться с другими верующими и то и другое эти вопросы решают верующие в мусульманском исламском контексте вопросы действительно непростые да и времена непростые потому что по всему миру зарождаются такие христианские общины в мусульманских странах почему в частности потому что мы свободны во Христе закон это закон любви мы не прозелитизмом занимаемся мы не движение прозелитизма мы не призываем людей перейти в другую культуру чтобы стать последователями Христос воплощается в нашей культуре он изменяет нас изнутри в христианском движении есть шариат этот шариат полнота Святого Духа что делает Святой Дух он указывает нам на Христа и это освобождает освобождает когда мы ехали с мусульманами в этой машине в аэропорт да честно говоря мы должны согласиться с Шенком мы жить не можем без этих свобод но с другой стороны один из них говорит я бы конечно с удовольствием стал христианином это меня бы освободило от чего от шариата с удовольствием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok